Всем привет! В этом видеоуроке я вам хотела бы показать, как сделать вот такие вот замечательные бантики. В предыдущем видеоуроке я вам показывала, как сделать вот такие. Сейчас я вам хочу показать, как сделать двойные, такие вот красивые. Здесь у нас обрезалась ленточка, как видите, а здесь у меня вот такие вот двойные, как завязанные бантики. Итак, для этого вам понадобится 2 кусочка ленточки, я взяла клетчатые, вы можете взять однотонные, атласные, в общем, как ваша душа пожелает, цветом любым, в общем, каким хотите. Размеры, где-то 16,5 я взяла эти ленточки, отрезочки, можете взять 17, можете взять 16, в общем, не обязательно точно-точно такие же брать, своих размеров. Если вы хотите по шире бантик, то, соответственно, шире ленточку берете и по длине тоже берете длиннее. Небольшой отрезочек 3-4 сантиметра для вот этой нашей перепоночки. И в качестве украшения я взяла вот такие вот божьи коробки на двустороннем скотче. В общем, и так, также вам понадобится зажигалка, либо спички для подпаливания кончиков, в общем, чтобы они не распускались. Резиночка, ножнички для обрезания кончиков и ниточки под цвет ленточек, я взяла черные подклеечатые, и иголочка. Берем наши ленточки, после того, как вы опалите кончики, слаживаете их буквально полсантиметрика друг в дружку и ровно посерединке вот так вот соединяете. Теперь иголочку надеваете ниточку, желательно предварительно это сделать, и завязываете на кончике ниточки узелок. Теперь берем за две стороны, вперед иголкой швом, продеваем вот так вот нашу ленточку иголочкой. И так мы нанизали серединку. Теперь берем вторую ленточку и делаем то же самое. Присоединяем наши края по полсантиметра где-то и ровно посередине слаживаем их пополам. Вторую часть делаем то же самое, что и с первой, на эту же ниточку, этой же иголочкой. Таким образом у вас на ниточке уже две свернутые ленточки. Теперь, немножечко распрямив их, берем нашу ниточку и заворачиваем. То есть каким образом мы это делаем? Мы свернули вот так вот, как бы соединили наши ленточки, стянули. И теперь наматываем ниточку тоже посерединке. То есть обратите внимание, чтобы у вас были одинаковые вот здесь вот размеры кончики, в общем, вашей ленточки. Ровно посередине наматываете буквально немножечко ниточки. Теперь стягиваете и буквально стежочком закрепляете, чтобы ниточка у вас не расползалась. Отлаживаете в сторону, берете небольшой кусочек ленточки. И вот так вот буквально немножечко края загинаете. Все зависит от вашей толщины ленточки. Если она у вас слишком толстая, то, соответственно, больше загинаете. Если не слишком толстая, как у меня, то достаточно будет немножечко края буквально по 2 мм загнуть. И подпаливаете края, чтобы они у вас не разжимались. Хорошо крепите. Вот так вот, как бы делаете, вот, ну, загинаете края для того, чтобы у вас была немножечко поуже ленточка. Если у вас просто узкая ленточка есть, можете ей. Ну, честно говоря, просто узкая ленточка я не люблю, ну, как бы, это внутренно сделать. Она тогда такая необъемная, не очень красивая, в общем. Я вот так вот подпаливаю края. И беру вот так вот ровно по серединке, продеваю вот эту перепоночку. Поворачиваю назад свой бантик. Иголочка у меня с задней стороны где-то, присоедините ее. И теперь заворачиваю края так, чтобы у меня было внутри. Вот все мои погрешности, в общем, все мои краешки ленточки были внутри. Теперь беру иголку и ниточкой подшиваю вот это сзади. Получается, пришиваю свою перепоночку между собой краешки. Вот стежочками. Хотите большими, хотите небольшими. Следите за тем, чтобы не пришить нигде край ленточки бантиком. И так, в общем, пришиваете вот эту перепоночку. Разворачиваете лицевой стороной, распределяете ее ровно по серединке. Для того, чтобы она у вас была красивенькая. А теперь продолжаете с изнаночной стороны, с задней, так скажем, не с изнаночной, с задней стороны подшивать. И буквально несколько стежков сделаете, как бы пришивая бантик к этой перепонке. С внутренней стороны, чтобы не видно было. Для чего это мы делаем? Чтобы серединка у нас не ерзалась, от бантика не отделялась. Буквально такими двумя-тремя стежками. Я сейчас поменяю иголочку, ниточку. У меня длина не позволяет. Если у вас длина позволяет, вы просто продолжаете дальше. Итак, вот я введу сейчас ниточку. Снова обрезаем, делаем узелок, если вы тоже присоединяете. И где-то по серединке снова с внутренней стороны вводите иголку. Еще делаете пару стежочков. Для того, чтобы было хорошо закреплено. Обязательно подтягивайте ниточку, для того, чтобы у вас не было никаких лишних узелков. Итак, вот наш бантик в принципе готов. Теперь мы берем нашу резиночку. И присоединяем резиночку, пришиваем вот так вот небольшими стежочками. Сначала к верхней части бантика. Вот так вот. Такими стежочками. То в резиночку, то в бантик. Перепоночку. То в резиночку, то в бантик. Края совсем с краешку. Не надо далеко гонять. Еле-еле так пришиваете, чтобы у вас было все красивенько. Конечно, я видела много видео, где присоединяют там специальными кружочками, там какими-то, в общем, клеят. Но, честно говоря, я такого не делаю. Я более легкий способ всегда выбираю. И так, в общем, перевернули на другую сторону. Делаем то же самое. Прикрепляем резиночку, пришиваем к бантику. Или бантик к резиночке. Вот такими стежочками. Логенькими. Все подправляете. Аккуратненько, чтобы резиночка не пришилась вся. И так, в общем, вот мы пришили бантик. Делаем несколько стежочков для закрепления ниточки. Поправляем, чтобы у нас все было аккуратненько. Вот. Чтобы у нас ничего не пришилось лишнего. И так, вот я чуть-чуть намудровала. Но, тем не менее, вот я распутала. И так, вот пришито наш бантик к резиночке. Теперь, так как у меня два бантика, я хочу, чтобы они были, в принципе, одинаковые. Берете, расправляете красиво. Так вот, достаточно пальчиком или ножничками. Просто просовываете вовнутрь и распушиваете, так скажем. Придаете, в общем, объема, красивого вида. И теперь я беру свою божью коробку. Хотите, возьмите какой-то цветочек. Хотите, возьмите другой кусочек ленточки. Сделайте какой-то бантик. В общем, как вам, как говорится, ваша фантазия подсказывает, так и делайте. Мне достаточно того, что вот я сейчас присоединю, придам объема. И вот она у меня, красавица вторая, готова. Если вам понравился мой видеоурок, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем творческого настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok